всем большой привет дорогие друзья дорогие рукодельницы с вот такой вдохновляющей картины начинаю свой влог сняла немножко кусочек отделения магазина который называется сестрейны грейны это данский магазин находится в нашем шоппинг-центре и я нет нет захожу забегаю в это отделение но просто хотя бы пройти мимо и посмотреть и вдохновиться цветами пряжи какие замечательные вдохновляющие цвета пряжи на весну-лето это все стопроцентный хлопок что вы сейчас видите и в этом отделении они немножко прибрались сделали по-другому здесь вы видите с левой стороны висит пряжа другого состава в общем и как вы видите что этот магазин не только рукодельно здесь и также отделение для детское отделение декорация для интерьера отделение с кухонным кухонными принадлежностями и так далее но когда я попадаю в шоппинг-центр обязательно захожу в этот магазинчик пробежаться быстренько посмотреть что есть новенького вдохновиться насладиться и кстати пряжу я покупала здесь не единожды в настоящее время у меня начат процесс спицами именно из этой пряжи как вы видите на фотографии это такой нежный золотистый горчичный цвет такой приглушенным горчичный цвет мне очень нравится и я его смиксовала с паеточной пряжей это выглядит очень деликатно шикарно образец уже связан вы видели уже на instagram stories я вставляла но во влоговых видео я еще пока не рассказывала не показывала вам но я уверена в следующем влоге я посвящу время именно этому процессу ну а сейчас по фотографиям хочу вам показать также процесс которая вязала крючком из прошлого мне кажется два года назад я вязала этот джемпер на круглой кокетке крючком с широкими рукавами к низу и на то время тоже было очень много интереса к этому изделию друзья но я столкнулась также со своими трудностями так как я в первый раз впервые вязала кокетку круглую кокетку крючком у меня были перевязы у меня было много распусков и так далее я оставлю вам ссылки на эти видео вы можете пройти посмотреть для зрителей кто новенький у меня на канале пожалуйста приглашаю проходите вдохновляйтесь и я желаю вам всего хорошего всем большой привет дорогие друзья дорогие рукодельницы с вот такой красивой картины к вам включаю сегодня прежде чем покажу вам свои вязальные продвижения хотела вам показать вот такой красивый блик с моего окна всегда обожаю наслаждаюсь правда окно нужно помыть у меня еще уборка не производилась на окна еще все впереди мая еще впереди так что все будет но сейчас на улице такая классная погода яблони расцвела как вы видите но в следующий раз выйду на террасу и сниму вам покажу как это красиво выглядит но сейчас хочу вам показать другую красоту друзья там да вот что хочу вам показать с вами поделиться перед вами пальто под названием ок так назвал его мастер этого описания ксения осташкина кому интересно ссылку на ее магазин интернет-магазин с описанием я могу вам оставить итак друзья как вы знаете я вязала это пальто по платному описанию впервые впервые работала с такой пряжей типа букле скажу честно было непросто приловчиться к этой пряжи вот вплоть до самой последней петельки приходилось всегда смотреть внимательно чтобы не потерять петлю пальто у меня в полу готовом состоянии почему в полу готовом потому что мне нужно поснимать маркеры еще кое-где остались на рукавах я там помечала где сделала прибавки мне нужно убрать конечики всех ниточек вот они еще там где оставались конечики и нужно заправить и конечно же сейчас самый такой решительный момент это ВТО надо сделать ВТО что хочу сказать по пряже друзья расход пряжи и состав пряжи я подпишу или уже в следующем включении озвучу еще раз потому что сейчас наизусть я не знаю какой состав по моему 70 процентов шерсть ну и расход ну сто процент уже за килограмм ушло у меня на такую длину пряжа под своим весом пружинит очень пружинит и к сожалению что я заметила а заметила я это только тогда когда закрыла все петли низа так как у меня все петли ведь были на спицах я не могла видеть как отвисают вот полочки да в лежащем положении вот так как пальто лежит все отлично я так положила как так как мне надо но когда полочки отвисают они у меня вы перекосились то есть почему перекосились я не пойму то есть одна сторона вот она идет сюда вот это вот по моему а вот эта сторона она вот так отходит вот так у меня получается вот так когда висит 1 идет сюда а вторая сторона вот в таком типе вот такого типа вот видите хотя полотно вязалось общим полотном одинаковая длина все производилась одинаково да но вот в итоге когда я закрыла петли у меня получается вот такая вот ситуация я думаю что это дело поправится после в это я очень надеюсь что после того как изделия высушится я придам форму изделию при сушке то более-менее все будет поправимо но очень пружинистая вот видите я держу и она как бы тянется все таки автор рекомендует пряжу букле от пехорки успешной так как у меня не было возможности купить оригинальную рекомендуемую пряжу это пехорка успешная то я конечно нашла пряжу здесь у нас в меж в местных интернет магазинах и эту пряжу именно я покупала у обиль нет воли я вам показывала уже не раз эту пряжу но я думаю сейчас в настоящее время пряжа раскуплена не знаю будет ли еще поставка у алены в магазине это уже конечно вам нужно обращаться к самому хозяину магазина в любом случае друзьям я сейчас буду дальше работать над этим изделием придавать финишный вид я решила что я не буду пришивать заклепки в описании там рекомендуется сделать заклепки но я оставлю так так как я хочу носить это изделие с пояском на запах да или просто в распашку ну как кардиган в открытом виде но еще хочу что сказать честно говоря вот уже без фотосессии без ничего меня немножко полнит это изделие потому что я в бедра да у меня бедра широкие вот почему-то я вижу себя такой вот как медвежонка в этом изделии не знаю в общем может быть мне нужно все таки одеть его но с обувью да там с обликом с образом правильным вчера я накинула как сидела вот последнюю строчку закрыла низ накинула на себя и думаю боже мой какая я в нем большая но в общем друзья изделие выглядит шикарным она теплая но мягкая но шикарная далее все что с ним случится я вам покажу фотографии надеюсь будут посмотрим да как получится с погодой даже если будет тепло все равно я сделаю фотосессию несколько фотографий сейчас хотя я хотела в зимой довязать это изделие но у меня не получилось так как я участвовала в конкурсе свяжем вместе позитив и у меня все мои актуальные процессы они прервались мне нужно было все отложить и вязать свой процесс проект который участвовал в рамках конкурса до нашего совместного кто не знает о каком конкурсе идет речь я оставлю ссылки под этим видео в инфобоксе поэтому у меня это изделие затянулось я хотела его связать в течение двух или трех недель вот но не получилось все-таки затянулась так как как я вам уже сказала я участвовала в конкурсе все остальные мои актуальные изделия лежали ждали своего часа но и вот пришло время довязать пальто прежде чем я его довязала у меня уже зародилось 100 других процессов о которых вы тоже постепенно узнаете хотя вы уже видели их я вам уже рассказывала что у меня на крючке какие задумки и вот помимо этого пальто у меня на самом деле сейчас 1 2 3 4 4 процесса один из них это спицный процесс и три из них это крючок вот так вот друзья нет один из них крючок и спицы это платье все увидите все вам покажу но сейчас вот хочу именно сконцентрироваться немножко о пальто так что вот такие у меня подвиги друзьям я надеюсь что вот это косина полочек она у меня ну как придать форму после в это вот привод его сейчас постираю замочу вручную стирку отжим сделаю на 800 в машинке и буду сушить ближайшем положении вот ну и конечно свяжу поясок на поясок я уже набрала спицы петли надо связать и это изделие будет носиться у меня с поиском красота в любом случае это пальто я буду повторять в другом варианте у меня уже раз есть описание то хочу в к в любом в другом цвете с другой пряжей обязательно повторить этот вариант но вот первый вариант у меня пряжа букле светлый цвет такой натуральный хотелось попробовать я думаю после стирки цвет немного поменяется станет немножко светлым потому что когда я вязала образец он немножко полинял ну видимо до пряжа обработанная и имеет какой-то на ну налет вот поэтому я думаю если она станет еще немного светлее даже будет еще красивее еще нежнее выглядеть по друзья вы увидите это уже в следующем включении но а я пойду работать дальше над этим изделием и обязательно с вами поделюсь что у меня получится после в это он вот а и все и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если все-таки косина останется, то это будет мое разочарование. Но ничего. Да, вот такие вот бывают у нас разочарования. Что поделаешь, не знаю. И ощущение такое, что пряжа сядет. Хотя при стирке образца она больше как бы растянулась, чем села. Там вообще было минимальное изменение в образце. Но, как говорится, образец это маленький кусочек. Здесь у нас целое метровое полотно, да, можно так сказать. Так, поставила я более в тенечек. Сейчас здесь тень наступит. И пусть сушится в тени под надзабором. Вот. Под наблюдением. Выхожу, смотрю, сижу, сейчас пью кофе. И вот так вот, друзья, наслаждаюсь своим результатом. Низ изделия я закрыла специально немного посвободнее, чтобы не стягивался низ. И вот теперь думаю, ну, посмотрим. Сейчас сушка пройдет. И тогда будет виднее. В общем, вот эта сторона косила сюда. А эту тянула, короче, налево, да, вот так вот. Все шло налево, как-то в левую сторону, наискосок. Видите, здесь даже уголок он еще. Ладно, я не буду сейчас трогать. Я уже руки помыла, пока мяшкала-мяшкала. И вот здесь ложила. Уже столько шерсти на руках собралось. Всю шерсть собрала. Вот так вот, друзья. Да, что значит ручная работа. Нянькаемся мы с ней, да, с нашими процессами. Пока не достигнем результата стопроцентного. Ладно. Ну что, дорогие друзья. Ой, посмотрите, какая картина. Привет. Привет, красотка. Я сделала себе кофе. Сушится пальтом. И вот такая у нас прекрасная погода сегодня. Мы просто брились. 15 плюс. Ветерок. Но очень приятно, приятно сидеть на улице. Ни жара, ни пекло. Самое то, друзья. Такая погодка. Обожаю при такой погоде. Попить кофе на террасе. Повязать. Я буду вязать сейчас поясок. Там у меня сушатся дорожки. Кстати, эти стулья остались... Ну, мои прошлые стулья от другой группы и группы стола. Мы-то стол заменили. В общем, у меня было так. Сначала я заменила стол. Он, этот стол, был с теми стульями. Потом я купила вот эти кресла, потому что они мне ужасно понравились. Это заместитель ротанга. Вот, и мне понравились плетеные кресла. Они были в акции, и я их купила. Ну, и теперь у меня вот получается. Кресло и стол разного типа. Ну, ничего. Когда-нибудь, возможно, поменяю стол. Если эти кресла еще будут в хорошем состоянии, то могу и стол заменить. Но пока что так. Все, что есть, тем рады и довольны. Вот. Но самое все мое удовольствие в том, что у меня вот такой блик, вот такой взгляд на яблоню, на свой деревянный домик. Меня многие зрительницы спрашивали, зрители, Мария, что же у тебя в этом домике. Это не что другое, как кладовка. То есть садоводские, садоводская кладовка. Там принадлежности, ну, грабли, лопата, полочка для, наш электрогриль там стоит. И, ну, всякие принадлежности, электроаппараты, в общем. Вот такие дела, друзья. Я сейчас попью кофе. Мой муж пришел после работы сейчас. Он в душе. А я буду пить кофе. И вот снимаю для вас в ложек. Погода прекрасная. Друзья, сегодня у меня такой, не знаю, даже полувязальный, невязальный влог. Но вот снимаю, как есть. Не получается всегда уделять время только вязальному влогу или снимать только повседневную жизнь. Я стараюсь приятные моменты запечатлять и делюсь с вами. Вот. Возможно, вы сейчас тоже где-то сидите, вяжете. И под мое видео наслаждаетесь вашим любимым вязанием. Пьете кофейку, чайку и вот общаетесь со мной. Так что, мои дорогие рукодельницы, давайте попьем кофе и повяжем. Конечно, садик у меня еще не полностью готов для... Ну, как говорится, не полностью готов. В смысле, что здесь еще нужно одеть крышу на беседку. Потом, ну, травка у меня растет. Я посеяла новую там две недели назад. Там уже видно маленьких бебиков. Травку уже выходит. И у меня расцвели вот эти красивые. Уже весь месяц они цветут, уже отцветают. Чернобрывцы, по-моему, их называют. Вот они, красавчики, посмотрите. Вот такой один кустик. Они росли у меня, друзья, вот по ту сторону. По ту сторону, у забора. Потом я их пересадила под розочки, потому что... Не знаю, почему я их пересадила. Не спрашивайте. Взбрело в голову и пересадила. Наверное, потому что я убирала эту грядку. У меня же росли там кустарники живая изгородь. И улитки им просто не давали жить. Они каждый год их сжирали. А я улиток собирать вручную не собираюсь. Я их боюсь. Ну, в общем. Убрала я всю грядку. Там почистила. У меня сейчас там ничего нет. Я думала, посажу просто цветочки. И кустик там был. Я его пересадила вот сюда под розочки. И тут он так хорошо принялся. Вот и растет. А там не знаю, как он туда попал. Наверное, с самопосевом вырос и там. В общем, друзья, розочки я также обработала. К сожалению, они в этом году снова чем-то болеют. Вот здесь я вижу дырочки. Это наверняка жрут улитки. Вот появились листочки с дырочками. Но от грибка я три дня назад побрызгала от грибка. Эти розы у меня каждый год болеют грибком или ржавчиной. Не знаю, как эта болезнь называется. Они так хорошо идут, начинают расти. Но потом, как ржавчина это нападает, все. Вот, смотрите, бутончик уже, друзья. А тут пчелки жужжат, опыляют яблоньку. Это соседская яблонька. Моя яблонька стоит вон там. Нам эти яблони в этом году постригли. Я вам рассказывала, да? Они уже так хорошо разрослись, что ветки висели чуть ли не до пола. Это уже было самое время их постригать. Вот, у всех яблони, у всех соседей постригли. А вот мои розочки. Это розовые кустарники по краям. А посередине это желтый цвет. И это плетущая роза. Но я ее подрезала каждый год чуть ли не под корень. Вот до сюда срезала. И видите, она как хорошо вырастает. Но, как говорится, вот эти паразиты не дают ей нормально расти. Ну, вот и все о моих цветочках. Их немного. Вот эту сторону я буду еще обрабатывать. Здесь у меня ничего не растет пока что, друзья. В прошлом году я вам показывала, да? Я покупала сезонные цветочки вот в этих маленьких горшочках. И украшала стенку. Но до этого еще руки у меня не дошли. А вот в одном горшочке цветочек сам. Видимо, семена остались и он потрос. Вот, друзья. Что останется мне сделать? Это украсить эту стеночку. Немножко купить цветочков. Снова развесить, поставить. Ну, а в общем и целом в моем саду я не делаю много посадок. Просто слежу за травой так более-менее. И что растет, то растет. Виноградник. И многое мне не нужно. Да, хватает для наслаждения. Хотя мне муж говорит, посади там грядку с этими. Ну, зеленью. Петрушка, лук, чеснок. Не хочу, друзья. Это будет мучение, потому что у нас столько паразитов здесь. Не знаете. Улитки, мулитки, все лазит. Короче, вот такие дела. Давайте вязать, пить кофе. А время все покажет.